SCP-1165. Аномальная городская территория. Объект номер SCP-1165. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Дорожное движение по SCP-1165 должно быть перекрыто на постоянной основе. С обеих концов SCP-1165 должны быть установлены заборы из сетки рабицы и знаки, предупреждающие о высокой концентрации токсичных веществ на английском и испанском языках. Оба прохода патрулируются сотрудниками службы безопасности в штатском. В случае попытки проникновения на территорию объекта, последний имеет право действовать на свое усмотрение. Окна и двери нежилых помещений, выходящих на SCP-1165, должны быть замурованы, заперты или перекрыты во избежание прохода посторонних лиц. Любым подходящим способом. Въезд на SCP-1165 для автомобилей городских служб и грузовых автомобилей открыт только с западной стороны. Выезд осуществляется только с восточной стороны. К разведывательным группам, направляющимся в SCP-1165, в обязательном порядке прикрепляется отряд усиления, составленный из бойцов МОК ТАУ-1165, клочки по закоулкам. В обязательный носимый комплект каждого заходящего в SCP-1165 сотрудника входит GPS-маячок, устройство беспроводной связи и наголовная видеокамера. Запрещается работа разведывательных групп по ночам и во время, когда велика вероятность сбоев городской сети энергоснабжения, по погодным причинам или из-за перегрузки. Посторонние лица, совершившие проход на территорию SCP-1165, должны быть задержаны, подвергнуты допросы и обработаны амнезиаком класса B. Любое постороннее лицо, выходящее из SCP-1165, считается враждебным, пока не будет доказано обратное. Описание. SCP-1165 представляет собой переулок в городе МОК ТАУ и прилегающую к нему аномальную городскую территорию. Переулок проходит в деловом центре города с запада на восток и имеет в длину около 300 метров. Переулок разделяет на две части квартал, образованный улицами МОК ТАУ, с востока и запада соответственно, и улицам СЕВЕРА и ЮГА соответственно. Согласно городскому архиву, переулок был сооружен в начале 20 века, когда улицы ВОК впервые в истории города замостили брусчаткой. Не считая косметического и капитального ремонта примыкающих к SCP-1165 зданий, коммунальных работ и обновлению дорожного покрытия в 1900 году, объект за прошедшее время практически не изменился. Если движение по переулку было начато с западного конца и закончилось в восточном, аномальных свойств объект не проявляет. Однако при входе в SCP-1165 с восточного конца и движении в западном направлении, имеется 36% вероятное, что переулок приведет не к улице, но к другой улице, попасть на которую иным способом невозможно. Данная улица пересекается со множеством других, которые расходятся вокруг без видимой закономерности, и попасть к которому можно только через переулок. Несмотря на то, что данные улицы практически во всех случаях образуют четырехсторонние пересечения с другими, их топография весьма запутана. А начинаться и обрываться они могут без какой-либо логики. Дорожные знаки, фонарные столбы и иная электроника, установленная на этих улицах, питается из неустановленного источника и работает без сбоев, несмотря на видимое отсутствие технического обслуживания. По сторонам улицы SCP-1165 стоят здания, в основном сооруженные в духе американской архитектуры 20-го столетия. Большая часть зданий представляет собой промышленные или торговые помещения. Из всех известных зданий жилыми являются менее 6%. Из числа разведанных зданий 17% в значительной степени соответствуют или полностью идентичны строениям самого города Дорожьев. Еще 24% напоминают здания, построенные в других местах. Ярчайшим примером последнего является постройка 300-метровой высоты, напоминающая Эльфелеву башню, которая виднеется вдали на северо-западе от входа в переулок. На дорожных знаках также нанесены названия как известных, так и неизвестных улиц. На улицах SCP-1165 не было замечено ни автомобилей, ни людей. Единственное исключение приведено в протоколе исследований SCP-1165. Ни животных, ни даже насекомых. Растительный мир представлен газонной травой, цветами и небольшими деревьями, растущими во дворах домов и высаженными вдоль дорог. SCP-1165 простирается от точки входа во всех направлениях. На сегодняшний день усилиями фонда нанесены на карту 27 квадратных километров SCP-1165, что включает в себя всю площадь делового центра, смежных кварталов, а также небольшой участок бухты. Географических границ SCP-1165 найдено не было. Исключение приведено в протоколе исследований SCP-1165. Улицы и здания SCP-1165 не изменились со времен первого входа в объект сотрудниками фонда в 1900 году. Проход по переулку обратно выводит идущего на улицу в 100% случаев. Сотовые телефоны и GPS-маячки продолжают работать в пределах SCP-1165 и показывают относительное положение их носителя, соответствующее пройденному от западного конца переулка расстоянию. Организация обнаружила SCP-1165 в 1902 году, когда местный политический деятель, устроивший пешее шествие по деловому центру города с несколькими своими сторонниками, пропал среди бела дня. По сведениям, сотрудников полиции в последний раз увидели в этом переулке. Аномальное свойство объекта было обнаружено теми же сотрудниками полиции при прочесывании местности. Информатор организации, работающей в отделении полиции, сообщил фонд об аномалии, после чего перекресток перешел в ведение фонда и получил номер SCP-1165. Никто никого-либо из его соратников так и не нашли. Подробности о том, что было обнаружено на территории SCP-1165, приведены в протоколе исследований 1165. Протокол исследований 1165. С момента обнаружения 1165 в 1903 году силой организации было проведено 283 вылазки на территорию объекта. Ниже приведен сокращенный список, в котором значатся наиболее важные сведения, собранные в ходе вылазок. Полные версии протоколов доступны сотрудникам с уровнем допуска 3 и выше. По вопросам обращаемся к доктору Самишу. Исследование 1165-1. Дата 1165-1900. Результат. Первая официально проведенная вылазка фонда на территорию SCP-1165. Разведгруппа обследовала 1 квадратный километр территории вокруг точки входа. Был описан круг по кварталу, в который выходит переулок. Точки входа с востока найдены не было. Взяты пробы воздуха, почвы и растений. Аномальных свойств в воде и почве не обнаружено. В растениях обнаружено аномально большое число мутаций. Исследование 1165-3. Дата 1165-1900. Результат. МОК обследовала 13 зданий в радиусе полутора километров. Из этих зданий 8 были похожи на существующие в городе здания. Пятиэтажные планы этих 8 зданий соответствовали существующим зданиям. Также выяснилось, что расположение мебели, общее состояние помещений и так далее в значительной степени соответствовало городским зданиям. Поэтажные планы неопознанных зданий отличались необычностью. Компоновка и мебелировка комнат была весьма нестандартной. Все двери и окна в обследованных зданиях были не заперты. Более того, выяснилось, что все найденные объекты, снабженные замками, ящики столов, сейфы и так далее, также были не заперты. Исследование 1.65-15. Результат. Из здания, похожего на гипермаркет электроники Best Buy, было вынесено два персональных компьютера. Аппаратное обеспечение обоих примерно соответствовало доступным на то время на рынке компьютерам на базе X86. На обоих уже была установлена ОС Windows 95 со стандартными настройками, без дополнительного ПО и пользовательских настроек. Все установленное на компьютере ПО работало с частыми сбоями. Сама Windows часто выдавала ошибку деления на ноль и падала в синий экран смерти. Стороннее ПО также часто аварийно завершалось или зависало, а встроенный калькулятор часто выдавал неверные ответы при простейших арифметических действиях. Форматирование жесткого диска и установка Windows 95 с нуля не улучшила ситуацию, а при разборе вынесенных компьютеров на части и установке отдельных компонентов в другие компьютеры, последние начинали также работать со схожими сбоями. Исследование 1.65-28. Результат. Во время исследований участка местности площади 5,3 км2 бойцы МОК обнаружили мужчину возрастом примерно 40 лет. Последний назвался ГОК. Это имя принадлежало бродяге, который пропал за 6 лет до описываемых событий. На проведенном после эвакуации из SCP-1.65 допросе показал, что они вместе с другим бродягой напились и случайно забрели в переулок, а на следующее утро очутились в незнакомой местности. Поскольку местность показалась им заброшенной, они поселились в одном из жилых помещений, а еду и алкоголь добывали собирательством в соседних зданиях, в частности в магазине, похожем на супермаркет. Не мог или не захотел ответить на вопрос, где сейчас находится его спутник. Я ощутимо занервничал при упоминании о нем. После этого был введен амнезиак класса А, а самого бродягу отвезли в город за несколько тысяч километров от SCP-1.65, где отпустили на волю. По указанным им координатам был один супермаркет. Выяснилось, что полки полны полуфабрикатами, похожими на те, что находятся в свободной продаже в нашем мире. Еда оказалась свежей и съедобной, однако содержание веществ, вызывающих удалено, в ней было необычайно высоким. Рядом с магазином была обнаружена бензоколонка, находившаяся в ней бензин не загорался от открытого пламени. В магазине были установлены камеры, но никаких признаков пополнения или замены товара зафиксировано не было. Исследование 1.65-68. Результат. МОК вернулась в супермаркет, найденный во время исследования 28 для замены системы видеонаблюдения. Еда по-прежнему была свежей и съедобной. Несмотря на то, что после установки камер движения внутри магазина зафиксировано не было, в магазине было найдено несколько продуктов, которых не было на полках во время прошлого визита. Исследование 1.65-103. Дата. Результат. При осмотре городской местности, расположенной в 8.7 километрах от точки входа, МОК обнаружил автомобиль, позднее опознанный как студебекер-президент 1956 года, припаркованный на обочине четырехполосной дороги. Машина идеально сохранилась и была пригодна для езды. Бензобак был пуст, а согласно показателям счетчика пробега, автомобиль проехал в общей сложности 2638 миль, 4245 километров. В багажнике были найдены несколько чемоданов с одеждой, детские игрушки и коляска. Прочесывание местности в поисках владельца автомобиля быстрых результатов не дало. С наступлением сумерек деятельность в SCP-165 была свернута. Исследование 1.65-105. Дата. Результат. Во время третьего прочесывания района, где ранее был найден автомобиль студебекер, в переулке был найден привалившийся к стене скелет взрослого мужчины, одетый в темный костюм и фетровую шляпу. В руке скелета лежал револьвер 38-го калибра. Все патроны в револьвере были расстреляны. Удостоверение личности, найденной в бумажнике в кармане пиджака, указывает на принадлежность останков некоему маму, пропавшему с женой и детьми во время семейной поездки в отпуск. На шее скелета висел фотоаппарат с полностью отснятой черно-белой пленкой кодек внутри. На большей части проявленных фотографий изображен сам и его семья. Последние 8 фотографий были сняты в SCP-165. Некоторые знания были опознаны разведчиками, а некоторых других зданий в городе уже не было. На последнем снимке удалено. Остатки жены и трех его детей в возрасте 9 лет, 5 лет и 8 месяцев так и не были найдены. Исследование 1165-141. Дата на... Результат. С помощью грузовика с полуприцепом в SCP-1165 был перевезен вертолет МОК. Целью исследования являлось проведение аэрофотосъемки. Полетная группа подняла вертолет на 500 метров над землей. По их наблюдениям SCP-1165 простирается во все стороны и не имеет каких-либо географических ограничений. Полетная группа облетела Эйфелеву башню, которая, как оказалось, находилась в 24.7 километрах от исходной точки. И во всех отношениях походила на оригинал. По крайней мере в тех подробностях, которые удалось рассмотреть с воздухом. Группе был отдан приказ лететь на восток с целью обнаружения границы SCP-1165. В случае исчерпания запаса топлива группе следовало вернуться. Пролетев 103 километра на высоте 500 метров, пилот обнаружил, что на борту вертолета отказали альтометр, компас, барометр, анимограф и GPS. А сама группа больше не видит землю. В это же время сигнал GPS маячка на вертолеты пропал с экрана базы. Группе был отдан приказ совершить аварийную посадку. Пилот попытался выполнить снижение, но сообщил, что земли не видно. А вокруг, насколько видит глаз, есть только голубое небо и облака. Далее пилот развернул машину и попытался лететь до базы обратным курсом. Но не установить контакт, не восстановить работоспособность GPS устройства не получилось. Через 6 часов без успешных попыток вернуться на базу на борту вертолета кончилось топливо. Пилот сообщил, что вертолет находится в свободном падении. Через 7 минут падения вертолет так и не достиг земли. Пилот и вся полетная группа совершили самоубийство с помощью табельного оружия. Видеокамера на порту вертолета транслировала падение вертолета на равновесной скорости еще 17 часов. После чего села батарея. Ни сам вертолет, ни останки полетной группы так и не были найдены. Исследование 1165-145 Дата Результат МОК перевезла в SCP-165 беспилотный летательный аппарат с усиленными батареями. БПЛА был запущен в ту сторону, откуда полетная группа в последний раз выходила на связь. БПЛА пролетел в 113.4 километра на высоте 150 метров. После чего его набортное оборудование и GPS отказало. Визуальный контакт с группой был потерян. Все системы, кроме самых необходимых, были переведены в режим пониженного энергопотребления. Сам БПЛА был введен в состояние свободного падения. На момент написания этого отчета прошлось лет. БПЛА все еще передает сигнал и все еще находится в состоянии свободного падения. По результатам данного исследования, на любые попытки исследовать SCP-1165 с воздуха был установлен мораторий. Исследование 1165-174 Дата Результат Группа из 8 сотрудников класса D, подлежащих плановому устранению, была поделена на две команды. Каждой команде был выдан автомобиль с увеличенным бензобаком и запасом топлива, снабженный усиленной батареей для питания внешних датчиков и наблюдательного оборудования. Обе команды были отведены в SCP-1165. Каждой из них был отдан приказ доехать до восточной границы города. Первая группа, достигшая цели, получала свободу. Проехав 128 километров и 201 километра соответственно, обе команды испытали на себе феномен, соответствующий исследованиям 141 и 145. Согласно данным имплантированных датчиков, трое сотрудников класса D, не погибших в последовавшей драке и не совершивших самоубийства, в итоге умерли от обезвоживания. На все попытки исследовать SCP-1165 более чем на 100 километров от исходной точки был наложен мораторий. Исследование 1165-193. Дата 0. Результат. МОК совершила попытку добраться до Эйфелевой башни, ориентируясь на данные аэрофотосъемки, полученные в ходе исследований 141 и 145. Дойдя до места, где согласно данным аэрофотосъемки должна была находиться башня, группа обнаружила заводское здание с вывеской фабрика крепежа Хэнсон. Башня по-прежнему виднелась вдали примерно в том же направлении, что и из исходной точки. Вторая попытка МОК добраться до башни закончилась тем, что башни на месте не было, она по-прежнему виднелась вдали. Тщательное наблюдение во время третьей попытки показало, что башня при движении не становится ближе. Четвертая попытка добраться до башни предпринята не была, поскольку в этом случае группа вышла бы за 100-километровую границу. Исследование 1165-246. Дата 0. Результат. Во время исследования того района, где была обнаружена фабрика, из-за внезапного сбоя электропитания отказала вся беспроводная связь. Связь с МОК была потеряна. Электропитание было восстановлено уже после заката, через 9 часов после сбоя. Попытки связаться с группой результатов не дали. Было получено добро на ночную вылазку в SCP-1165. Поисковый отряд, добравшись до места, откуда МОК в последний раз выходила на связь, обнаружил автомобили МОК, оставленные кольцом на перекрестке. В автомобилях никого не было. Вокруг и внутри кольца лежало большое количество стрелянных гильз. Однако автомобили были целыми. Ни крови, ни трупов найдено не было. В шести кварталах от указанного места был найден один боец МОК, забаррикадировавшийся за несколькими перевернутыми мусорными баками. Все табельные патроны боец расстрелял. На разборе боевого задания выживший заявил, что все остальные бойцы отряда мертвы, но не сказал, отчего и как умерли. Вопрос о том, что случилось после потери связи, привел бойца в глубокое замешательство. Единственное, что он повторял, убили МОК. Не было найдено ни следа остальных бойцов МОК. Исследование 1165-248. Дата на... Результат. В ходе прочесывания местности, обследованной в ходе исследования 246, в открытых погрузочных воротах склада был найден обезображенный труп гуманоида. Сделанные МОК фотографии трупа были сильно искажены и непригодны для просмотра. Согласно описаниям бойцов, МОК от груди и ниже труп выглядел человеческим, но рук и головы не было. А верхняя часть тела разделялась на десяток мясистых псевдоподий, лишенных органов восприятия. Причиной смерти, судя по всему, явилось множественное огнестрельное ранение. Однако признаков кровоточения не было. Труп был одет лишь в широкие черные штаны. Во время осмотра один из бойцов МОК заметил на темном складе движущийся силуэт и услышал громкий шум, похожий на радиопомехи. Командир МОК принял решение покинуть SCP-1165 и оставить труп на месте. В кармане штанов трупа был найден бумажник с 37 долларами США. Несколькими скидочными картами и водительскими правами на имя Джеймс К. Стивенсон. Стивенсон являлся юрист-консультантом организации. Имеет первый уровень допуск, работает в компании ширами фонда Филадельфии, штат Филадельфия. И никаким образом не был связан с SCP-1165. В ходе беседы Стивенсон утверждал, что ничего не знает, а SCP-1165 никогда не бывал. А бумажник с водительскими правами до сих пор при нем. И бумажник, и права были идентичны снятым с трупа. Образец тканей, взятый перед отходом с места события, на 99,995% генетически соответствует Стивенсону. Исследование 1165-249. Дата 0. Результат. Два взвода МОК были отправлены на склад, обнаруженный во время исследования 248. Трупа на месте не оказалось. Тщательное прочесывание склада из соседних зданий не дало результатов. Ни труп, ни подобные ему создания так и не были найдены. На исследование территории площадью 1 км квадратный вокруг склада был наложен мораторий. Субтитры создавал DimaTorzok